Битва за наши кошельки Если в LG стараются, у них получаются весьма занятные гаджеты Знакомьтесь, LG G2 Один из самых мощных смартфонов на сегодняшний день Который может на равных конкурировать с такими монстрами, как Samsung Galaxy S4, HTC One и iPhone 5S Но сегодня недостаточно выпустить просто мощный смартфон В каждом новом девайсе должно быть что-то такое, какая-то изюминка Одни производители играют форм-фактором и дизайном, другие красят корпус золотой цвет Третьи, ну а третий придумывает всякие фишки И компания LG выбрала именно этот вариант Все аппаратные кнопки в G2 перенесены на заднюю поверхность Мягко говоря, неожиданное решение Плохо это или хорошо? Будем разбираться А заодно выясним, что думают о гаджете простые пользователи Которые собираются в самое ближайшее время приобрести новый смартфон Ольга, Алексей, день добрый Добрый день Есть хорошая новость У меня в руках чудо корейской инженерной мысли смартфон LG G2 И у вас есть возможность оценить его прямо сейчас Субтитры создавал DimaTorzok Говорят, что первые впечатления самые верные Ольга, что можете сказать о смартфоне? У него небольшой вес, хотя размеры его впечатляют Экран, он занимает практически всю площадь поверхности телефона Что в принципе хорошо Очень высокое качество Очень яркий экран Хотя по сравнению с айфоном он немножко бледнее Все-таки Отличное замечание Но в руке держать его не очень удобно То есть приходится напрягать мышцы, чтобы дотронуться до кнопок А успели ли попробовать дублирование включения? Пальцем? Когда вместо кнопки Я успела, да То есть дважды тыкаешь на экран И он автоматически включается Вот у меня есть подозрение, что LG специально использовал эту функцию Потому что не всем будет удобно нажимать кнопку сзади Ну да, но тогда вопрос, зачем ее делать Остается открытым Это инновация Ясно Удалось ли попробовать в режиме фото, видео Что те самые 13 мегапикселей, которыми оснастили этот смартфон Как считаете, нужны они здесь или? Камера очень качественная Вот Но я считаю, что гонка за пикселями ни к чему Потому что обычному пользователю достаточно 5 мегапикселей в телефоне Никто с телефона не будет печатать фотографии размером формата А0 Допустим Ну, в принципе, здорово, молодцы ребята Вот, но я бы, наверное, не стала тратить 20 тысяч на все эти навороты Алексей Ну вот если сказать коротко То мне телефон понравился ровно до того момента, как я перевернул его Хорошо, об этом все говорят, о кнопках Я понял, что кнопки это уже не самая лучшая сторона этого смартфона А если говорить о мощности, о быстродействии Вот тут что-то такое сверхъестественное удалось заметить? За то время, что я его использовал, я не заметил ни одного торможения, подтормаживания Все работает очень плавно, быстро Все приложения открываются моментально Кстати, насчет многозадачности Есть два режима, наверняка вы их видели, заметили Q-slide и slide-side В первом режиме вы можете выводить несколько окон на экран Во втором можно пользоваться своеобразным буфером, из которого быстро доставать приложения Как они? Насколько оказались удобными, неудобными? Буфер мне напомнил жест многозадачности на iPad То есть примерно такие же жесты, тремя пальцами надо провести, чтобы переключиться между приложениями или скинуть их в буфер В принципе, если на планшете это еще хоть кажется как-то удобно, то на телефоне это надо опять же крутить там как-то руку Все вот это, но это больше как игрушка То есть я бы этим пользоваться долго не стал, может быть какое-то время ради интереса Отлично! Есть еще два параметра, которые мы не сможем оценить здесь и сейчас Это время автономной работы и поддержка 4G-сетей Тут вам придется поверить мне на слово Я могу сказать, что в режиме активного использования устройство вполне может продержаться около суток Все, естественно, зависит от сценария использования, но то, что устройство держит хорошо батарею, это факт И, наконец, сети 4G, устройство в них работает адекватно, держит сигнал хорошо, проблем с ним никаких нет Другое дело, что эти самые сети в России только разворачиваются Есть еще целый набор функций, которые мы не успели обсудить, о которых мы не рассказали Но, в целом, ваше первое впечатление, мне кажется, довольно интересным, ценным И наверняка поможет кому-то из пользователей определиться с выбором, брать этот смартфон или нет Спасибо! Вам тоже спасибо! Нам интересно мнение простых пользователей, но и никуда не деться от мнения экспертов Ведь только они знают, чьи гигагерцы лучше, что такое миллиампер-часы и когда, наконец, в российских LTE-сетях заработают айфоны 5S Знакомьтесь, Иван Звягин, главный редактор проекта «Че за сайт» Вань, через твои руки прошел не один десяток смартфонов? Есть такое, да Есть такое Что ты скажешь об LG G2? Ну, это довольно интересный именно для LG смартфон Я от них такого не ожидал, потому что весь предыдущий год у них были довольно такие ровные, средненькие смартфоны Где-то мощные, где-то нет А тут прямо интересные инженерные решения Это и большой экран в компактном корпусе Держать телефон реально удобно Кто-то выпускает не меньше дисплея, но это прямо лопата И, конечно, как всегда, есть и плюсы, и минусы Из плюсов я бы сказал, что это реально мощная батарейка Опять же, про компактный корпус, не забываем Она там заполняет все пространство, и это очень классно С одной стороны, нельзя вскрыть корпус С другой стороны, это телефон, который у меня доживает до конца дня Это здорово Ну, а из минусов, это глянцевый пластиковый корпус Мне лично нравится алюминий, который более практичный, более такой монолитный Есть такой болезненный вопрос для производителя, но важный для нас, простых пользователей Соотношение цены-качество Ну что, соотношение было и на старте очень неплохим Стоил он 20 с небольшим тысяч Сейчас даже эту планку он прошел, цена стала ниже Сейчас он стоит что-то 19 с небольшим тысяч рублей Что для таких характеристик, для такого экрана IPS-экран, мощная начинка, все отлично и цена адекватная Прямо молодцы LG, что-то хвалю Исчерпывающий ответ Ваня, спасибо, пожалуйста Подведем итог Новый смартфон от LG можно рекомендовать всем тем, кто ищет мощное устройство С большим, отличным экраном и хорошей батареей Но есть нюансы, которые могут повлиять на окончательное решение Слишком много пластика и кнопки сзади, которые, как мы выяснили, оригинальны, но не совсем удобны На этом у меня все, подписывайтесь на канал Geek to the Future Оставляйте ваши комментарии и до новых гаджетов!